Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа, информационный проект крупнейшего автомобилестроительного предприятия России. Каждую пятницу мы знакомим вас с основными событиями, происходящими в жизни автогиганта. В студии Людмила Трейсман и Павел Михно, коротко о главном. ВТО не перекроет дорогу российскому автопрому. На защиту встает правительство страны. Новые условия для испытателей. На заводе двигателей запущен пилотный участок. Ходил и будет ходить. С маршрутной карты города первый номер не уйдет. Первоапрельские секреты кузнечного завода. На фестивале Юмарины. Россия вступает в ВТО. Этот вопрос уже решен. Нерешенными пока остаются вопросы, которые автопроизводители России обсуждали накануне с премьер-министром страны Владимиром Путиным. На встречу были приглашены руководители предприятий российского автопрома и иностранных автоконцернов, имеющие сборочные производства на территории России. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин также принял участие в этом совещании. И он прокомментировал его итоги специально для вестей КАМАЗа. Нас очень беспокоил вопрос возможности инвестировать в дальнейшее развитие производства. Не секрет, что наш автопром за период 20-летний существенно потерял свою технологическую базу. И те темпы, которые мы сегодня имеем, они недостаточны для того, чтобы быть конкурентными в мире. И правительство согласилось с нами, и нам будут субсидировать до 2020 года проценты по кредитам взятым на развитие инвестиций. Мы как производители несем ответственность за тот вред, который наш продукт наносит окружающей среде. И внедрение экологических норм существенно снижает нагрузку, которую окружающая среда испытывает от транспорта. Ряд шагов должен быть предпринят одновременно. Вот та проблема, которая возникла в прошлом году при введении нормы Евро-4, что топлива в стране нет, а мы нормы вводим, она могла привести к страшным последствиям для автопроизводителей. Потому что просто машину потеряли бы ресурс, стали выходить из строя. Перенос на один год позволит нам дождаться того момента, когда нефтяники будут готовы поставлять на территорию нашей страны достаточное количество топлива. Но кроме этого возникает еще масса других вопросов. Ведь, как бы мы ни говорили, нужно создать условия для обновления парка. Потому что более 50% автомобилей старше 15 лет, где норма Евро-0 не соблюдается. Все эти решения позволят добавить цивилизованность нашему рынку. И самое главное, создают уверенность, что на период до 2020 года вырабатываются те правила, которые позволят развиваться компания. Ключевые производственные участки КАМАЗа модернизируются и совершенствуются уже не первый год. Это связано с переходом предприятия на новые, более качественные и технологичные виды продукции и с внедрением производственной системы КАМАЗ. Изменения уже успели произойти в одном из важнейших цехов завода двигателей. Испытатели двигателей и коробок передач теперь работают в абсолютно других условиях. Правда, пока не все. Здесь полностью завершили модернизацию лишь первого, пилотного участка. Но такие изменения нужны повсеместно, считают работники завода и готовятся к продолжению проекта. Посмотреть на то, что было и как стало, на завод двигателей заехал Егор Орлов. Если двигатели – это сердца автомобилей, то их испытатели в чем-то схожи с врачами-кардиологами. Именно они должны и могут поставить точный диагноз – здоров пациент, а данный случай двигатель, или нет. И условия здесь требуются соответствующие. Почти как в операционной. Чистота, хороший свет и современный инструмент. Создавать похожие условия в цехе испытаний двигателей начали со станции тестирования агрегатов класса Евро-3. Капитальный ремонт, усовершенствование рабочих мест и реорганизация труда не только повлияли на качество работы, но и на настрой. Ну, конечно, радостнее, когда все в порядке, надо и радостнее ходить на работу. Ну, в общем, в дальнейшем еще, говорят, будет улучшаться производство. Ну, будем надеяться, что к лучшему все будет. Последняя попытка улучшить работу цеха предпринималась довольно давно – в 1993 году при восстановлении участка после пожара на заводе. С тех пор на конвейер встали более современные двигатели, которые требуют к себе пристального внимания. Увеличилась и нагрузка на испытателей. Только в прошлом году через их руки прошли почти 43 тысячи двигателей и более 30 тысяч коробок передач. Нарастающий темп и старый подход влиял на качество работы. Теперь это в прошлом. Улучшились условия труда, улучшились испытания двигателей. Значит, при нормальном освещении улучшились осмотры двигателя, которые привели к уменьшению количества дефектов на автомобильном заводе по вине испытателей. Оценив результат, руководство завода, модернизацию цеха, испытаний двигателей и коробок намерено продолжить. Поддерживают начальство и рядовые работники, особенно те, кто трудятся уже на модернизированном участке. Как говорится, им есть с чем сравнить. Вообще улучшать, конечно, следующие станции надо продолжать делать, потому что народ у нас и прибавляется, рабочие места у нас увеличиваются. И так дальше надо улучшать. Егор Орлов, Шамиль Сабиров, Вести КамАЗа. КамАЗ подвел первые итоги работы с начала 2012 года. Результаты первого квартала превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 37%. В общей сложности с января месяца КамАЗ произвел и отгрузил потребителям почти 13,5 тысяч МАШ-комплектов. Итоги марта также показали рост в сравнении с тем же периодом годом ранее. Они выросли более чем на четверть и заметно превысили пятитысячную планку. Растут и объемы производства двигателей. Профильный завод «Автогиганта» и совместное предприятие «Каменс Кама». В марте выпустили около 5300 двигателей и силовых агрегатов. А с начала года почти 14,5 тысяч. Кроме этого показали рост продажи запасных частей и продукции диверсификации. В техническом колледже открылась новая специальность – металловедение и термическая обработка металлов. Здесь челнинцы научатся разбираться не только в многообразии сплавов и способах обработки деталей. Но и контролировать эти процессы, экспериментировать и разрабатывать новые технологии. Ведь свежие идеи сегодня необходимы «Камазу» не меньше, чем рабочие руки. Начало термообработки начинается с загрузки деталей на специально-техническую основу. Это сегодня Юрий Ефимович в пиджаке и галстуке рассказывает о тонкостях работы термиста. И кто, как не он, сделает это лучше всего. Главный специалист по термообработке, заводы двигателей, первопроходец и просто влюбленный в свою профессию человек. Интересом к металлу заразил всю семью Одна Романенко. Жена и трое детей тоже работают со сталью на «Камазе». В машиностроении принято раскладывать операции мехобработка, конструирование, сборка и термообработка различные проценты. Конструктору отводится 20%, механому обработчику 15%, где-то порядка 15-20% сборщику отводится, а все остальное отводится термообработка. Конечно, печи, на которых Юрий Ефимович начинал трудиться в 1973 году, устарели. Их сейчас заменяют новые модели, большинство процессов на которых автоматизировано. Но романтика в профессии осталась. Ведь какой бы умный ни был компьютер, программу закладывает человек. Если металл закалил опытный термист, он не вздуется и не расколется. Но таких специалистов с каждым годом все меньше. Выращивать новичков решили в техническом колледже. Специальность металловедения по профессии термист была введена по требованию, по просьбе завода двигателя. Потому что эта профессия стала очень необходимой, нужной на заводе. Термическая обработка может в десятки раз повысить стойкость обработанного инструмента и долговечность деталей. Опытный термист может определить марку стали по искре и твердость после термообработки даже без специальных приборов, а только по скольжению напильника. Ну а для начала, конечно, придется погрызть гранит науки. Подготовку специалистов, владеющих основами разработки технологического процесса обработки металлов, эксплуатации, обслуживания оборудования в области металловедения, внедрения и ведения технологических процессов металлообработки. На знакомство с профессией в колледже уйдет почти 4 года. Причем студенты будут параллельно проходить практику на заводе, где смогут уже приступить к работе. Набор на курс металловедения и термическая обработка металлов начнется с 1 июня. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, Шамиль Сабиров, Вести КамАЗа. Движение самого популярного вида транспорта в Челнах, трамвая, оказалось под угрозой. Компания «Энергосбыт» требовала обесточить трамвайные пути из-за просроченности платежей. На набережных Челнов это стало бы транспортным коллапсом. Для автогиганта, работники которого добираются до заводов на самом надежном и бесперебойном транспорте, это могло привести к повсеместным нарушениям трудового графика. Сложность проблемы в том, что цена за трамвайный билет не покрывает реальные расходы на эксплуатацию путей и подвижного состава. По иронии судьбы, первым маршрутом на закрытие мог стать маршрут номер один, от поселка Сидоровка до Литейного завода. Но после переговоров с заместителем генерального директора КАМАЗа по управлению персоналом и организационному развитию Кириллом Пузырьковым, было принято решение сохранить удобный маршрут совместными усилиями. Было принято решение по компенсации тех убытков, которые возникают в процессе эксплуатации первого маршрута. Поэтому мы его не отменили, данный маршрут, поэтому продолжаем эксплуатироваться, потому что пошли определенные управленческие действия, которые, в общем-то, позволяют нам сегодня к этому вопросу относиться, так сказать. Ну, пока здесь понимается старая руководство КАМАЗа, и, в общем-то, мы продолжаем сегодня эксплуатировать данный маршрут. Есть два способа решения тарифов. Можно их действительно поднять и обеспечить нормальный уровень, я не скажу, сказать, рентабельность, доходность предприятия, чтобы закрывать свои затраты. А можно, в принципе, и не повышая тарифы, просто предусмотреть в бюджете субвенции, субсидии, которые бы компенсировали упадающие доходы, связанные с тарифами нижней себестоимости. Трамвайный вопрос также возьмут на контроль и депутаты городского совета набережных Челнов. Когда челненец садится в трамвай, он, конечно, не думает о том, кому тот принадлежит. Ну, это верно. Гражданин об этом, в общем, и не должен думать, потому что транспортная обеспеченность – это, безусловно, объект внимания и обязанность городских властей. Поэтому я, как депутат городского совета, внес предложение в программу социально-экономического развития города на ближайшие пять лет, о том, чтобы трамвай был передан в хозяйство города, то есть стал, на самом деле, городским. Надеюсь, что другие депутаты меня тоже в этом поддержат. Парусный спорт, конструкторские разработки, врожденная грамотность. Список талантов этого человека можно продолжить. Но для него самым важным уже более 38 лет остается верность любимому телекоммуникационному подразделению. Александр Коган делает связь качественной, а качество связывает с ответственностью перед людьми. На таких надежных людях держится весь КАМАЗ. Александр Коган в тесной связке с автогигантом уже 38 лет и говорит, что ничего не поменялось. Вернее, не поменялась его уверенность в том, что в своей жизни он сделал правильный и достойный профессиональный выбор. КАМАЗ? Ну, для меня это все. Потому что это 38 лет жизни. Это друзья. Александр Моисеевич, кроме колоссальных знаний, обладает и колоссальным объемом воспоминаний. Его профессиональный опыт бесценен для новых целей. Это человек командной работы, скажем так. И основное то, что я принес с других предприятий, то, что Александр Моисеевич всегда повторяет, это осторожность в подходе к любого рода изменениям. То есть необходимо помнить о том, что большая работа сделана коллективом. Это ни в коем случае нельзя ломать и использовать все лучшее для того, чтобы поэтапно, по спирали двигаться вперед. И желательно, чтобы эта спираль в развитии была именно вверх, а не в виде штопора вниз. Коган – руководитель демократичный. Атмосфера в коллективе дружественная. Но есть область, где Александр Моисеевич шутить не любит. Грамотность. У нас был случай. Мы в таком лихорадочном состоянии писали письма, торопились, естественно, делали ошибки. И вот один раз, значит, письмо одно запускаем, он исправил нам ошибку. Мы ее справляем и несем второй раз. Он находит нам другую ошибку. Мы когда приходим уже третий раз, Александр Моисеевич говорит, «Вы что, надо мной издеваетесь?» У Когана много задач в жизни. С 2010 года он депутат городского совета. И сейчас камазовским заботам прибавились еще и городские. Но как человек ответственный, Александр Моисеевич все, за что берется, доводит до конца. Ярким примером стало его данное увлечение парусным спортом. Свою геолу Коган строил 4 года по собственным чертежам. И вот уже почти 20 лет паруса этой лодки гуляет с ветром в навигационный период по камере. И команда есть. Команда яхты – это я, моя жена и мои друзья, которые переменные члены команды. У меня жена закончила вообще-то мореходное училище. И она всегда смеялась. Когда я работал на судоремонтном заводе, не была замужем за тебя, то была Диброва Ольга Константиновна, док. А когда вышла замуж, то я стала Коган Ольга Константиновна, кок. И поэтому готовит на яхте, естественно, она. Связь – дело такое, невидимая глазу. Такая работа очень подходит характеру Александра Моисеевича. Делать свою работу незаметно, но весомо. Тагир Закиров, Шамир Сабиров, Вести КамАЗа. Осторожно, можно лопнуть со смеху. Такими словами встречали зрителей апрельской юморины на кузнечном заводе. Как часто в жизни мы становимся свидетелями довольно смешных ситуаций? Дома или на работе? В жизни всегда есть место смешному, считают участники театральной студии. И к ним присоединяется Екатерина Романова. Вроде бы и ситуация-то печальная, а со стороны смешно. Вроде бы спасать человека нужно, а зритель хохочет. А все потому, что где-то все это уже было. Конечно, не в такой яркой форме, но артисты кузнечного завода специально утрируют ситуацию. Уметь посмеяться над собой – это тоже искусство. В программе задействованы 26 человек. Два дебютанта, остальные – бывалые артисты, хоть и любительского жанра. Однако работают ребята вполне профессионально. Есть сценарий, но каждый привносит в роль что-то свое. Смекалка выручает. Или вот твой партнер, когда ты с кем-то выступаешь на сцене, вот ты слова забыл, например, и он тебя выручить может. Он что-то там начинает говорить. Ты тут вспоминаешь, ага. И вот так друг друга выручаем. Без этого никак. Ребята, конечно, очень талантливые, очень активные, очень радостные. Они с такой радостью сюда приходят, отдают себя этой сцене. Всего за две недели в свободное от работы время театральная труппа Кузнечного завода придумала и воплотила на сцене смешной концерт, наполненный сценками, танцами и миниатюрами. И все это на чистом энтузиазме. Хотя нет, кое-что они взамен получают. И это для них важнее денег. Екатерина Романова, Егор Орлов, Андрей Буслаков. Вести КамАЗа. Это были все новости этой недели. Вести КамАЗа в следующий раз в эфир выйдут в пятницу, 13 апреля. Мы расскажем вам о КамАЗе вновь подробно и честно. С вами были Павел Михно и Людмила Треслин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова